Потому что там было настолько без шансов, но Colorful в этом матче, по прогнозам, я думаю, должен быть фаворитным. О, два щегла. Ладно, Colorful не щегол. А вот Гуа-Гуа, конечно. Так, ждем перлов от китайцев. Кто твой папочка? Блин, сейчас они не успели еще среагировать. Это жирные волосы. Луна побеждает, Луна ловит два удара, Алина взрывается. Маньяк. Играли в ОРВ в этом году. Взрывная голова против жирных. Все-все-все сразу видят внешность, сразу обсуждают, что у нас, что у них. Молодцы. Больше всего, конечно, достается Кукум. Да, Эльф Орг. Ну вот у нас был сейчас только что Эльф Орг. Насколько он был интересен. И сейчас, что будут показывать нам игроки другого ранга. Хэтхантеров я уже не вижу. Хотя Гуа-Гуа может в Хэтхантеров сыграть, по крайней мере, он в Мироре. Как вы помните, заготовку против Лина. Ну, разве он сыграл, короче, в Хэтхантеров. Ну и плюс он видел сейчас как Блэйдмастер. О-о-о-о! Блэйдмастер. Против Козла. Это уже прям стандарт, который мы наблюдаем пару-тройку лет. Ну, скорее, пару. После этого Майкеровый Сокол, там вообще без шансов. Мне нужно очень много готовиться, чтобы у Сокола карту отжать. Хотя если он будет продолжать прогрессировать в PUBG... Я зашел вчера к нему на трансляцию, он там с Даркнубиком играл, Даркнубик сквады раскладывается, но, тем не менее, я вижу, как Сокол лутает, и понимаю, что он просто уже вихрь, ураган. Все туда-сюда, запрыгивает, собирает. Очень быстро все делает. Хэтшоты там ставит. Потеряли стратега. Перчатки скорости Козлу выпали. Весьма посредственный для него артефакт. О, довольно смело. Начинает с тролля, потому что тут лечит. Но его задача, конечно, этого Огру замочить. Потому что именно из него артефакты выпадают. И слева там что, лавка строится, да, получается, урковская? Да, лавочка, лавочка. Сентри вард. Отличный артефакт. Просто шикарный артефакт. Только надо расставить глаза в правильных точках. Для этого придется в любом случае выйти подальше в сторону альфийской базы. Я думаю, надо у таверны один ставить. Ай, уже ловят первого гранта на выходе. Но придется потратить минимум две прикопки. Причем он же сейчас будет очень сильно терпеть... А, спасен грант. Спасен, спасен. Но в это время очень грамотно ставится база, стоит отметить. То есть как только ты понимаешь, где находится Блэйд и где находится основная часть грантов, ты просто по щелчку можешь ставить базу, потому что самая большая проблема с таким экспандом на ранней стадии, что его могут во время строительства отменить. Уже не рассматривается, знаете, вариант какой-то стратегии, хотя есть тайминговый там с Сыхой, со Змейками и все дела, что ты прям четко приходишь и убиваешь эльфа к тому моменту, как база там... Ну, либо только-только начинает окупаться, то... Ну, короче, все равно эльф впереди. То есть за счет козла, пока у тебя не будет диспала, ты страдаешь, ты теряешь ее. Хотя сейчас я вижу потерянную арчу, спасенного гранта и весьма неплохую разведку от орка, возможно, даже... Да что они... И что он... Они на ровном... Им бы повод дать покричать. Реально какие-то странные люди. Может, так и надо. Все четенько. Блэйду не должно хватить времени, особенно учитывая то, что у козла еще две прикопки есть. По двумя котами он ничего сделать не может. Может, потише... А, они громковаты, да? Я думал, что мне они громковаты. Нужно просто фон такой приятный создавать. Эмоциональный. Такое что-то... Говорить там. Чтобы не отвлекаться, но и пустовато не было. Да, что ж такое. Зачем-то сижу с ключевым светом. Ох, так лучше. Будет сейчас попытка окружить. Не так сложно, потому что Огр сам забегает в такое место, что нужно просто его с двух сторон поджать. Отчаянно откидывается вейвом. Ой, а Гранту там сверху больно. Не, нормально. Не весь урон в него влетает. Капюшон хитрости. Это лучший артефакт для... Хотя, может, и не лучший артефакт для Блэйда. Все-таки Агила силы-то поприятнее будет, правильно? Зачем ему маны? Ему ХП нужно и Агила. Но, опять же, выбивают из этого Огр артефакты, надеясь на аурные. Жарко? Нет, кстати, у нас очень жарко. Целую ночь шел дождь. И сейчас все еще пасмурно. У нас в начале месяца была аномально высокая жара, для Белгорода, по крайней мере. Было 38. На протяжении трех дней. 36-38. Даже предупреждения от МЧС прилетали. СХ-2. Со змейками, опять же. Очень похоже вообще на стандарт. И алхимик с этой стороны. Ох, насколько все-таки у Муна с Лином непохожие были темы. Начиная от базовых юнитов Орка. Там только козел повторялся по факту. Все остальное совсем не похоже. Дерево рядышком. Блэйд тоже рядом. Причем у него маны очень много. Он может там... Его надо срочно с козлом прикапывать. А, козел вообще в другом месте. Персоналка желательно сразу к своим. На мейн. Блэйд очень агрессивный. Он рискует. Козел придет. Прикопает, убьют. Одна виверна. Сожжновато просто эту виверну контрить. Правда, у тебя есть, конечно, алхимик, стреляющий по воздуху, и кипер, стреляющий по воздуху. Но она больше урона. Опа! Спокойно. Был момент близкий, но... А, он застрял! А-а-а! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я не знал, что после персонального телепорта он именно сюда попадет. Так, скросс-пит. О, это минус телепорт указано. Тут ж некуда деваться. Хотя, пурч последний по мане. Да, телепорт. Он боялся хекса. Там и так было уже пограничное значение. Можно было его раньше хексить. И тогда... Даже 100 хитов под первым хексом такая рава бы сняла. Странно, что не захексил. Реально, почему он не захексил? Он бы убивал этого второго козла. Мана была. Усахи. Сейчас белгородская жара в Екатеринбург. А-а-а! Стрим из парка с музыкой планируется. Нет, мы, скорее всего, где-нибудь из офиса это сделаем. Тем более, переехали не так давно. Очень хорошее место там. Там хорошо. Там хорошо. Да, кстати, пользуясь случаем, передаю привет товарищам. Хотя могли уже разойтись с начала шестого. Наверняка Гуагуа сейчас планирует атаку. У него для этого все вроде как есть. Ну, то есть, есть СХ. Он подходит к лимиту. У него нет базы. И, соответственно, нужно что-то делать. И есть объективная информация. Разведданные, короче говоря. То есть, он знает, что есть текст, знает какой тайминг, и знает, что ему необходимо действовать. Поэтому, 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 букмекер, очень интересное замечание. Хороший мужик. Он решил вроде как не давить, потому что ставит вышечку и ставит все-таки базу. Но это довольно слабый ход, потому что база ставится на т2. И стало быть, ты полностью при этом, при всем... Кадоя подрезают. У-у-у. Не, ну это потеря. Это потеря для... Для гуа-гуа. Просто вы берете и передаете игру в лапу эльфу. Потому что, ну, 3 минуты вы будете страдать. А, хекса нет, потому что там хилы змейки. Точно, блин. Что-то я не сообразил. Здесь же билд другой. Тогда прошу прощения, друзья, точно. Здесь же вторые змейки. Вторые змейки, первый хил у него. Хекса нет. Вроде подписки у букмекера есть, да? Блин, подписаны реально. Жалко. Я думал, описался он, но нет. Бывает. Вышка есть, с одной стороны. Ну, там коты, опять же, 5-6 котов. Для них эту вышку штурмануть проблем никакой нет. Особенно, если придет атака вот такая внезапная. Это отдача. Не знаю логики орка. Не понимаю я логики орка. Совсем. И даже экспандент, скорее всего, не убьет. Чем дольше ты тут остаешься, тем хуже. Да, букмекер, нужно обновить страничку. Ну, нет шансов здесь у орка, к сожалению. Это на стандартную игру даже не похоже. 33 лимита на 62, минус эксп, бесхозные вышки стоят. У эльфа тоже база умерла, но за это время она успела добыть огромное количество золота. Возникает вопрос, как эльфу действовать. Ну, напрашивается встановка экспанды, естественно, но сейчас у него ситуативное преимущество колоссальное по лимиту. Особенно после того, как подрезал несколько юнитов на этой отчаянной атаке орка. И можно, типа, попробовать каким-то макаром пропушить орка. Но орк сам продолжает играть очень агрессивно, сбивает... Видимо, Магаз был, раз он так рухнул быстро. И шатает... Ай, Блэйд отменил базу. Вот это интереснее уже. Есть ли шансы вообще тут? То есть, как-то можно эти там 62 лимита и... Не долечил Хандреску. Вроде доставал Мануэлом и лечил долгое время, но потом... Что-то подзабил на контроль. Влобешник орк проигрывает. Все, что он может, на мобильности пытаться разводить. Как же все криво-то, господи. Рейдеру надо было зайти просто в армию, внутрь армии. Все арчи показывают пальцем киперу. Типа, ну, посмотрите, может, мы его протакуем? В результате, вместо того, чтобы встретить нормальный, сделать два залпа и сдохнуть, надо было тратить прикопку. Хотя не факт, что там надо было тратить прикопку. Он вроде даже подзастрял во всех этих арчах. Орк слабый. Орк слабее значительно, чем Colorful, но Colorful как будто играет специально, пассивно, специально пассивно, чтобы на какой-нибудь там аркаде не проиграть. Но в результате получается, что из-за пассивности эльфа орку удается подрезать, развлекать какими-то... Шамана убил, рейдера убил. Очень хорошо, кстати, сейчас было сделано, правда. Ай-яй-яй-яй-яй, разбегайтесь, разбегайтесь от козла. На козле Lightning Shield был с хорошим уроном. Но алхимик выхилил, все, молодец. Гравди говорит, щеголд сегодня какой-то. Ну, все началось... Ну, во-первых, сегодня сыграли два лузера и два винара. Причем первые два винара сыграли слабо не потому, что там один... Сок сыграл плохо просто. Не в свою игру. То есть там была какая-то заготовочка непонятная, которую никто не понял. Ни Лавлиет, ни он сам не принесла никакого результата. Потом были вообще лузера и два винара нормальных Moonlin. Тут как бы без комментариев, они отыграли прям превосходно. А здесь как бы два товарища тоже, которые вчера-позавчера попроигрывали и оказались в лузерах. И... Ну, как-то да, как-то невнятно. 4-4 против... Почти, кстати, 4-4, 3-6, 4... 3-9. Близко очень. Никто никак не может поставить базу. Я знаю, почему Colorful тянет. Он реально мог забить на разводы. То есть, отбившись от этого развода, просто собраться пойти на орковскую базу. И там уже навязывать бой. Потому что если он окажется на орковской базе не позднее, чем орк, благодаря плюс 20 лимиту, он снесет орку вообще без проблем. Быстрее мейн, чем это сделает орка. Даже несмотря на то, что там два рейдера, там три гранта. Там полпачки Хантреса, пачка Арчей. Ну, пешком возвращаемся. В результате теряем несколько зданий. Да, телепорты есть, но мы решили пешком вернуться. При этом минус как минимум 2 Арчи, минус Мануэл, минус 2 Арчи, да. Три еще, да, слева. Абсолютно неправильная оценка ситуации со стороны Colorful. Чего сэкономил с ТП? Слабая игра. Может, это воспринимается на контрасте по сравнению с Муном Лином, но прям вопросов больше, чем ответов. По сути, орк не делает ничего. То есть он просто бегает со своей базы на эльфа, ну и пытается параллельно поставить базу. Эльф при этом кое-как, именно кое-как, несмотря на превосходящий лимит, повторяющийся один и тот же маневр, отбивается от орка и не делает после этого ничего. Хамми протестил, поставил Грейт Холл на трупе Таурена, и Таурен воскрес в Грейт Холле. Ай, красавчик, не выталкивается. Хорош. Ну все, страта есть. Пора, пора делать. То есть для того, чтобы законтрить резурект Тауренов, вам нужно всего лишь построить что-нибудь прочное на поле битвы быстро. Ну, есть способы, например, Тиний Грейт Холл. Ты покупаешь Тиний Грейт Холл, Таурен умирает, ты ставишь Тиний Грейт Холл прям там. Все. Противник обескуражен, потому что Таурен стоит в два раза меньше, чем Тиний Грейт Холл, но сделать ничего не может. Все. Намечается сражение. Таурен правильно делает, что избегает всяких контактов. А, Сидочки. Вот что? Почему сейчас Калорфул отступает? Объясните мне. Ладно, сейчас он добьет роляп и пойдет вперед. Пойдет вперед. Пойдет вперед. Нет. Пойдет вперед. Очень нерешительно, но все-таки молодец идет вперед. Причем он живет с плюс 20 лимита уже последние 10 минут по сравнению с орком. То есть он доминирует по армии без возможности как-то это... Ну, то есть он... У них один в один, у него периодический апкип и плюс лимит. И он это никак не реализует. Я не понимаю, это Калорфул. Завязывается сражение. Лайтнинг Шилд. Рой, как хорошо! Рейдер с Лайтнинг Шилдом врывается в самую кучу армии. Очень слоупочное лечение. Но все-таки есть свиток лечения. Хорошо. Падает уже, судя по крикам, два гранта. Но почему-то левел получает именно Блэдмастер. Падает Рейдер. Тут вообще выигрывает, конечно. Эльф, естественно. Шаманы штурмуют в рукопашку Арчей. Один успел уже умереть. Второго они почему-то проигнорили. Еще минус Грунцер. Но это разуплотнение. Все равно здесь эльф выигрывает. Я не знаю, почему так много времени ему понадобилось для того, чтобы... Ну, прийти и навязать сражение. Карта маленькая, совы есть. Хотя приходили, четыре раза разводили, там... Отбился, пошел в атаку. Ну, по тому пути, по которому орк тебя ведет, чтобы, ну, не это самое, не... А он что-то там спритится, бегает рядом. Ну, что-то там постоянно. 37 лимита на 60. Преимущество усугубляется. Классный Блэйд с Мирромейджем. Виспы идут в атаку, а мейн закончился уже. Ну, в этой ситуации телепорт логичен. А все битое просто. У эльфа. И виспы не успевают подойти. Да и нет смысла сейчас, Аркадий. Ты выкапываешь дерево и контролируешь, что там орка по экспанду. У тебя есть преимущество, как у эльфа. Ну, по расовому признаку дискриминация, все дела. Эльфы лучше. В этом плане. Там причем Т2 ты не можешь со шкатулкой фокусы вытворять. Но СХ пятый зато. Там тоже, правда, 5-5. Но Блэйд с СХ пятый, они, конечно, пополезнее. Вот оно, дерево. Топ-топ-топ. И через минуту у нас уже будет рабочая шахта. Тяжело дается Colorful этот Гуа-Гуа. Что-то продали. Ну, здесь инвул нужен и свиток нужен, по-хорошему. Но денег на то и на другое нет. Даже после продажи не удалось купить. Инвул. Дистанц майнинг. А, у Гуа-Гуа даже денег нет на шахту. Вот, понятненько. Тяжелая ситуация. 34 лимита и 34 голды на руках. Colorful. Сейчас его пассивность, в общем-то, оправдана. Потому что у орка денег нет. И нужно просто здесь посражаться хорошо. Шесть виспов на двух шаманов. Те пытаются запурджить. Один остался уже без маны. Блэйд, кстати, битый. Точнее, без этого. А, у него бутылка есть. Да нормально все. Но здесь, конечно, Colorful выигрывает. Просто без особых шансов. 34.50 по лимиту. Эльф здоровый. Ну, в плане здоровья и маны есть. И хп у героев фуловые. Поэтому он просто гонит, штрафуя периодически юнитов, заставляя тратить лечение. Последнюю ману Сахи. Влетает еще одна осидочка. Заставляя отступать оркам. Последнее на этот раз уже точно лечение у Сахи. Что по бутылке? Бутылки у него нет. Блэйд пятый. Причем он берет третий мир ремейдж. Шаман. Висп при этом висит на экспанте, контролит, что рабочие особо не добывают. Ну, то есть, что там просто бегают рабочие, но не строится ничего. То есть ему торопиться некуда. USA 2006 переподписано. Спасибо тебе большое за переподписку. Colorful тыкает мимо просто. В лес идет вместо фонтана. Но все равно он здесь побеждает. Небо и земля. Просто по сравнению с Муном Лином, это вообще, ну, какое-то... Ни остроты, ни микроконтроля, ни нормальные реакции в игровых ситуациях. То есть принять в решении какие-то очень странные темы местами. А там прям не успеваешь следить местами. И при этом безо всякой интриги. Ну да, тык в козла, это... Он до магазина может добежать. Хотя красиво змейкой перебили, видите? Преградили путь. Он змейку спокойно убивает, добирается до магазина, покупает инвол, свиток, и на этом жизнь орка заканчивается. Инвул прожимает козел. Сыхай еле-еле пытается уйти. Инвиз еще прожимает. Не видно ни черта. Просветка, свиток. Козел даже если умрет, а он умрет. А, он телепорт даже купил. Ай, молодец. Гэй-гэй пишет орк и выходит из этого. Заканчивает и свое, и наше мучение. Ну, просто, ну вот, я не знаю. Началось это все как стандартная игра. С мелкими огрехами, но в целом стандартные герои, стандартные стратегии. Вроде как эльф. Экспан более-менее нормально поставил. Там мелочевка из серии «Построенные лавки в упор», что Блэйдмастер дефолтно застревает между елками. Ну, это ладно, это мелочи, все. Что там было, что там было, что там было. Это вообще особо ничего не запомнилось. Запомнилась размен экспант на экспант и потом 15 минут непонятной пассивности Colorful. То есть ситуация какая? Вы ставите экспант, где-то работает 3,5-4 минуты, приносит вам деньги. Это все выливается в то, что у вас 60 плюс лимита. Орк приходит, убивается, вот этот момент, убивает вам эксп в ответ. Смотрите на лимиты. 63, 36. И вот, ну и как? И после этого игра идет еще 15 минут. 60, сколько там? 2, 64 на 36? 62 на 36. И после этого Colorful занимается черт знает чем. Он кое-как, реально кое-как отбивается от набегов Орды, хотя этой Орды-то два героя до 5-6 юнитов, у тебя как бы кипер есть. Ну, он теряет Мунвейл, он теряет магазины, он его там разводит на телепорты несколько раз, причем карта маленькая. И раз за разом он после вот такой атаки Орка, заставляя, естественно, его телепортироваться, после... Он не идет в контратаку, у него всегда плюс 20 лимита, и он эти 15 минут занимается... Черт знает чем. Гравди говорит, с вами рубрика новости Банхаммера. Вчера уломали зарегаться Абвера, есть шанс отомстить за то, как он своих тауренов в твоих колодцах лечил. Ммм... Нельзя такой матч смотреть после Лина Мунвейл. Да, это... Это даже не на тир ниже, кажется, и игроки. Ну, хотя это Т2, да. Т2 игроки. Я единственное надеюсь, что в следующей игре понятно, что у Гуа-Гуа шансов стало сейчас еще меньше, чем было до этого. В следующей игре Colorful не будет долго мучиться, не будет тянуть. Вот. Это последняя серия Фантом. После этого пойдем спустя паузу небольшую поиграем фуфашечку, так же, как вчера, от часов до 9. и... А после этого я пойду доработаю. Данпел говорит, а девочку потратили. Девочка... У них там комментаторы меняются, у них какая-то лайтовая тема. Во-первых, вы комментите вдвоем, что, конечно, попроще, потому что, ну... Попроще немножко. И у них две смены работы. То есть, откомментил два матча, все, посадили свеженьких. Мы-то всем чатиком за девочку. Она сегодня была в новом наряде, естественно. строила рожицы, как обычно. То есть, ну, отыгрывала. Нет, Хэппи в этом турнире не участвует, потому что это онлайн-турнир, насколько я помню. И... решил не... не играть. в нем. Грущица с коробками еще жива? Не-не-не. Она же ярко жила и погибла быстро. Спулил все. И я Диаблу удалил. Потому что времени совсем мало. Особенно, когда голд идет. Жила без страха, умерла без страха. Да-да-да, она там так аркадила. она до этого момента, до actual death, до действительной... до того момента, как действительно умерла, она еще пару раз точно, прям вот уже, вот совсем уже близко. раз времени мало, раз времени мало, ты можешь тыкс чем? Так, каратенечко, да? Стримов на 40, ну, о, спидран по лонг-вору. Во! Класс! Что не так с онлайн-турниром, теперь мог хэппи? не знаю. Есть, конечно, преимущество у азиатов по пингу. Тут, по сути, надо выйти из группы, и ты сразу в призах. Но император местами странный. То есть, я не могу за него отвечать. Лучше к нему с вопросами. Тем более, лишний раз упоминать имя хэппи я не хочу. О, Сэха первый. Бог с ним. Так. Сэха-сэха. Ну, Сэха на ТС не такой уж и странный гость, потому что он нормально здесь крепится. Большая проблема с тем, что его там подхарасить можно на старте. Но ТС-карта хоть и небольшая, но благодаря мостам и она долго нужно бежать, чтобы до противника добраться. Похомничать, не планирую. Не планирую. Потому что какие-то хумановские игры можно при Джоне, где я совсем не очень разбираюсь. можно попробовать совместно покомментить фоги Тиаш, потому что там есть классический триггер. Хекс вынужден потратить для того, чтобы висп не сбил этот вот халявный криппинг с лайтнинг-щелдом. Большую часть урона наносит именно лайтнинг-щелд. Ну и там ДПС получается 60 в секунду. 60 в секунду. Возвращая бутылка. Там говорят, что будет Сахапита, а это метка какая-то, что ли? У Пита какая роль? Так. Я думал, что типа что-нибудь агрессивное, типа Саханага, например. Клиф? А как он добегает с клифом со своим? Сплетить не умеем или прикопки у нас нет? Клиф-заливка? Небольшое противоречие есть. Либо клиф, либо заливка. Ну и либо сначала одно, потом другое. Ладно, посмотрим. Посмотрим. База строится, Сахапита перешел в агрессию, до третьего решил не крепиться, охотиться на виспов. Возможно, была сделана разведка, увидел, что там экспанд. И сейчас с парой троллей, да и с хексом в том числе. Можно захексить же вражеского тролля. Может, выкупить второго? Прикопка с пастролля. О, Арча немножко завтыкала. Блочит кипера, потому что, ну, есть там еще на пару прикопок, а диспл еще не подошел. Ну, лечка там уже почти готова. не уверен, что правильно в нее будет упарываться сейчас. Не, виспов берешь и достраивается все. Виспов идут. Вот ошибка от Гуа-Гуа. Он на этом потратит большое количество здоровья. Но только надо виспов еще подводить. В общем, даже невооруженным взглядом было видно, что это какой-то прохладный план. Что динамика, приблизительно количество урона, которое там было у этих, но не... этого не хватит, чтобы даже без учета того, что кто-то может умереть, если там отстрелили бы тролля ДПСера, который прист слева. да, Питлорд все-таки. Хамми прав. Хамми прав. Ну, видимо, это да, это какая-то метовская штука. Питлорд не взял пока Хауль все-таки, да? Мне кажется, что Хауль с Клифом лучше сочетается просто из-за того, что... ну, если мы не берем во внимание, что лучше в данном конкретном случае, но банально, чтобы тебе... ты прожимаешь Хаули одной буквой и просто идешь дальше по своим делам, в Рейн оф Айр тебе нужно кастовать какое-то время, и ты в этот момент не атакуешь, то есть Клиф в этот момент не работает, как подсказывает капитан Очевидность. Ну, плюс Рейн оф Айр прерываемая, в конце концов, способность. Я уверен, что он будет, конечно, тратить прикопку на Пита специально, то есть ждать, пока он начнет свою тему огненную и не прикапывает до этого никого. Орк на Орк так точно играют с дебафом дамага у Пита. Ну, вот в Орковской теме задача, ну, роль Пита более очевидна для меня. то есть там больше милишных юнитов и Питон плюс у него Хауль идет по врагам, а у врагов Спирит Линк и то есть он в любом случае работает, получается. Тебе нужно свой собственный Линк диспелить. В этом плане, конечно, очень классно выходит. Попытка окружить Козла. Ой, шикарно окружил. Очень хорошее окружение, прям мега качественное окружение. У Козла есть, конечно, телепорт, но... там только одна... там кто-то умер. Два троля умерло, да? Что-что-что-что-что-что-что? Да хватит орать. Они меня пугают. Могли нейтралу бить Цеху, но на самом деле не могли. У него и здоровья было много, и бутылка была на руках. большая. У эльфа работает база. 39-37. Погероем 2-6-2-3-1-1-4 сопоставимо вполне. О! Лагаем. Бывает. Под башем стоит Питлорд вообще. Там третий баш ловит уже. Три баша. Три баша. Три баша. Крипджек. Опасный. Ой, опасный. Там же куда? Что? А, он хочет юнита подрезать. А вот вот это может быть была и ошибка, друзья. Это могла быть ошибка. Он же знал, что там нет телепорта. Спиды ему особо не помогли бы. Арчи у него шесть штук, то есть дирижабль не улетел. То есть возможно если бы он забил на этого рейдера и пошел бы зажимать основную часть, ну навязывая сражение. Ну орк оттуда и мог не выбраться просто. Он мог конечно попробовать подразменяться, а потом попытаться улететь, то есть попытаться убить пару-трой карчей И только после этого взять дирижабль Сократив количество урона, которое у дирижабль влетает Но его было меньше, он был бит после криппинга А эльф прибежал свеженький Надо пересмотреть этот момент по-хорошему И посмотреть, какой там расклад был по количеству юнитов и по здоровью Потому что я так быстро не смог оценить ситуацию То есть я видел, что у эльфа 6 арчейдов, а герои пара, тройка, хандресс А что-то моркой, добитого, недобитого Не увидел, но точно его было меньше Камень мановый выпадает алхимику Лечит Ой, как Питвор вызывается Хауль Какая отвратительная рожа Позиция сейчас у эльфа Непонятно, почему он здесь сражается Телепорт есть, телепортируется, правильно Он потерял по факту одну хандреску А вторая там чудесным образом выжила Ее, правда, не торопится почему-то лечить А, это баг, отображение хп, да? А нет, там просто энд стоит А вот здесь надо уже сражаться Виспы под боком, мунвейлы поближе, подкрепа ближе Тем более разницы-то нет Орг все равно к вам придет В такой ситуации То есть там сражаться было ошибкой Вот и Colorful тут с небольшим, правда, перевесом по лимиту Но, учитывая совокупность Так, почему? Мунвейлы же полные Чего котов отдаем? Кого ты лечишь? Светок лечения есть Сейчас самое время его иззять, чтобы хандрески Да, молодец Подрезал, спас верхнюю хандреску Совсем же другое дело, да? Сражаться у себя на базе Там и дерево помогает И мунвейлы действительно близко Подкреплению ближе бежать Все отлично Ну, это тоже передача просто инициативы Называется «3-4 минуты, делай со мной что хочешь» Блин, но в прошлый раз та же самая тема была у Colorful И Colorful не проявил инициативы Ну, он нычку убил, в конечном счете Но потом И потом Ах Неужели сценарий повторится вновь, а? Можно левать, говорит Дуэд Так в том-то и дело, что Colorful в прошлый раз Ну, при похожей ситуации На самом деле Он еще минут 20 Пытался Даже не пытался В том-то и дело, что он не пытался Сейчас опять начнет забегать этот Гуа-гуа с разводами Сейчас странная атака от Гуа-гуа По-хорошему ему Необходимо было Использовать пассивность эльфа И то, что у него делается Самого экспант Идти Идти крепиться на тот же самый Лагерь наемников эльфийский Он ставит нычку И идет сражаться против врага У которого больше лимитов Контролит хорошо, тем не менее Но Да, подрезает Хантреску Завтыкал немножко со свитком Colorful Ну, все красный Минус грант Мана уже не осталось Код на гранта Вполне нормальный размин На спидах отступает Перекопка Окружить Хорошо бы лучше сухой Еще есть возможность Перекопать разок Он сейчас решил, что лучше Взять одного рейдера Чем Снова бегать За героем Да, Colorful узнает про базу Ну, в прошлый раз тоже знал Он очень долго собирается С мыслями Вот сейчас, почему не пойти в атаку Желательно, кстати, по левой стороне Чтобы тебя Орк не развел Орк немножко тоже Орк так же, как в прошлой катке Один маршрут Просто он приходит Сражается Возвращается Приходит, сражается Возвращается В определенные моменты У них как будто так Щелкает И Заканчиваются, знаете, варианты На игру Начинают просто бегать Бегать К врагу Все Colorful приходит на базу Эта тема тоже была В прошлой На прошлой карте Но быстрее должен, конечно, справиться Colorful И лимит побольше И он должен свой Экспанд Успеть защитить Когда мы Недоконтраливаем Телепортируемся А успевает А успевает ли вообще Кажется, чуть-чуть останется Не, ой Все, нет Извините Я сильно не прав Хауль Сражение Позиционно у эльфа Все не очень хорошо Сплэш там дикий Смотрите, как его идет От петлорда Вот там Канты сзади Арчи впереди Самое лучшее, что можно сделать Это степешиться на петлорда Прямо Почему бы нет Нам же прям Прямо здесь нужно сражаться Естественно Экспанд же в любую секунду упадет Ну и Очевидно 60 с лишним лимитом Оказались несколько сильнее Чем 40 Зачем ты свой Мунвел бьешь? Как Ай Блин, если бы это был не голд То я Выдыхаем Выдыхаем Такая-то голд Прикинь Минус кодой Два рейдера Отконтролили А потом вернулись На последних хитах 65 лимита на 40 Петлорда окружают Я убиваю просто лицов и спалмом Я не хочу с одной стороны Негативить Поэтому молчу Нельзя не оценить лавку Которая была построена Он просто чешет себе репу Вспомнил про лавку Которую ты слева построил Зачем ты с эльфом сражался там Я не знаю Я не знаю Я не знаю У меня дежавю Плюс 25 лимита у Colorful И он стоит у себя на экспанде Вы! что почему иди и убей его это болезнь какая-то реально самое время покрепиться объясните мне почему почему только что ты выиграл сражение ты знаешь в визуальном виде что у тебя там преимущество колоссальное чего ты стоишь он просто стоит 70 лимита стоят и это colorful понимаете не не самый но не им то ладно гуа-гуа он когда на конкретной ситуации действует гораздо более логично он бегает и крепится а colorful стоит у себя на экспе такое впечатление что у него отработан какой-то стандарт типа вот мы должны эту базу защитить и контролировать вражескую базу и все больше делать ничего не надо и вот у него копы и отключается типа все вариантов больше нет не окажется идет в атаку там уже третий точку крипит орк эльф собрался собрался в атаку не 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 это вообще вообще ни в какое сравнение то есть такие моменты ты понимаешь что люди либо мега волнуются видимо опыта не хватает волнение но решение вообще никакие и он приходит на в атаку ну постояв до этого две минуты у себя на мэне он идет в атаку орк идет в размен я не знаю что он собираются менять мэйн на экспант а он идет к магазину да орк оказывается у нас без телепорта ну чё добиваем сейчас вот прожимаем телепорт вы сейчас прожимаем телепорт прожимаем телепорт не успели хекс прожимаем телепорт он продолжает сражаться ты серьезно ну ладно он и так должен выигрывать без без особых проблем до меня смустил просто пит лорд который в куче стоит и сплэшем бьет но на самом деле пока лечение есть можно сражаться да и свиток лечение есть да ну все хорошо не надо телепортироваться ты прав ты прав ты прав просто добиваем его просто добиваем 32 лимита на 80 вообще все шикарно все шикарно подлагиваем сейчас gg как раз отлагаем да но 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 поплыли извините но colorful одержал победу все таки друзья спасибо лину ему ну за прекрасную серию она спасла сегодняшний день завтра самый важный матч который мы будем с вами смотреть это фоги против тяша хотя там будет еще инфи флай в венрах тоже о x lord x lord focus не 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 завтра будет гораздо потенциально гораздо более круто больше крутых матчей